Нинь-ня! Нинь-ня! Немного, но оправданно, но при этом у кого-то может возникнуть вопрос, а какого хрена все-таки серия про дартмехов, Найты-то отдельная фракция и чего тут они будут делать у тебя? Ну, на самом деле, ответ достаточно прост. Я на самом деле не хотел добавлять Найтов все в армию, потому что, ну, Найты, опять же, это другая абсолютно армия и меня это, поэтому, как бы, не его особо привлекало, но мы столкнулись с одной такой проблем-очкой. Заключается в том, что многие, как бы, начинали ныть то, что Михаил хватит всех на силу и ты всех побеждаешь в роликах, начинай проигрывать. Вот, я проиграл с дартмехов уже один раз, правда, это был килкин, но не важно. И, на самом деле, здесь родилась хорошая идея, а почему бы нам не использовать Найтов? Потому что Найты, скорее всего, должны, как бы, тянуть мехов самих на дно еще сильнее, потому что они плохо сочетаются, во-первых, между собой, во-вторых, Найты сам по себе достаточно слабая армия, не то чтобы мехи сейчас были самой сильной армией. И, по этой причине, я решил, что, ну-ка, давай я добавлю себе в армию тогда Найта, буду брать себе Найта во все батрепы, он будет, как бы, выступать в виде такого гандикапа для моих противников, и, соответственно, всем будет весело и здорово. Правда, скоро выходит новый кодекс Найтов. Возможно, все будет очень-очень печально. Но это уже совсем другая история, когда выйдет, тогда и посмотрим, что там будет. А пока давайте-ка поговорим про конкретно наших Найтов. Ну, думаю, конкретно бэковую часть вот сейчас мы рассказывать не будем. Почему, вы спросите меня. Ну, во-первых, я думаю, скорее всего, про бэк Найтов вы в курсе, ну, хотя бы чуть-чуть. Вы себе представляете, что это такое? Это большие, на самом деле, роботы, которые что? Правильно пилотируются пилотами, которые, на самом деле, вот являются этими самыми рыцарями, у которых фактически рыцарские дома, ну, то есть, это аллюзия у нас на рыцарство средневековое, такое своеобразное. Но общую часть с бэком мы оставим на следующий выпуск, который у нас, между прочим, будет эксклюзивно для према. Поэтому, если что, подписывайтесь. Ссылка в точках, как всегда, в описании. А в этой части мы поговорим про другое. Мы поговорим, как по классике, про историю Найтов вообще в настолке. Но почему я решил это все вот так вот разделить? Да, по причине достаточно простой. Что один вопрос, что второй, то есть бэк и история Найтов в настолке достаточно комплексные. Но так как выпуск у нас разросся до достаточно большого хронометража, я решил, что разделять эти темы внутри себя нет смысла. И я решил их отдельно отнести. Поэтому у нас на общий доступ выходит этот ролик, в котором мы будем говорить про историю. А в премию мы поговорим уже про бэк Найтов. И давайте начинать, собственно, про историю наших прекрасных боевых роботов. Ну, на самом деле, как фракции Найты достаточно на вы. Ну, относительно на вы. Мы не будем забегать сейчас в самые стародавние времена. И что у нас там происходило в бэке, там было, конечно, много прикольного, но это прям отдельная тема для обсуждения. Мы поговорим уже в пределах осознанного Вархаммера, когда это стало уже чем-то похожим на то, что мы видим сейчас. И Найты у нас появились в стародавние времена. Это уже, по идее, прошло, наверное, уже 10 лет прошло. Или почти 10 лет прошло. И был интересен тот момент их появления в настолке, потому что фактически они из себя представляли супер-хеви технику, которая начала активно появляться на столах. Потому что на тот момент супер-хеви в основном оставались прерогативой именно формата апока, то есть апокалипсиса. И на самом деле на долгий период только Найты эту позицию и занимали. Разве что вот Найты и Эльдарская Ева. Это практически те модели, которые можно было встретить и были как бы турниры, мероприятия, куда их допускали. Но большинство Лорда Фор никогда вы не могли встретить на каких-то вот просто обычных мероприятиях, типа вот какого-то обычного среднечкового турнира. Вот Найтов вы могли встретить. И с Найтами была забавная ситуация в тот момент, как мне кажется, на самом деле, по уровню их паверов в том, что для некоторых Найты казались супер-сильными. Ну то есть они видели эту здоровенную чачу, которая может там пострелять, подраться, побить своими стампами. И типа ты такой, ооо, что с этим делать? Но на самом деле, по моим личным ощущениям, с Найтами было не то, чтобы прямо тяжело бороться. И у Найтов был только один вот такой пункт, который существенно-существенно повышал их в силе относительно, возможно, других фракций. Но это очень странное повышение в силе. В чем здесь это принцип смерти Найтов? Да, то есть Найты действовали немного как шахиды. То есть когда Найт умирал, от него происходил взрыв, шаблон, который у нас смещался. И на самом деле достаточно сильный взрыв. И бывало так, что взрыв этого Найта мог нанести потери противнику гораздо больше, чем этот Найт при своей жизни целиком. Сколько бы он там ходов не прожил. Это были достаточно идиотские по мне времена. Не могу сказать, что мое мнение здесь абсолютно объективно. Тут скорее это все-таки субъективная моя точка зрения. Но на тот момент, мне кажется, Найты были скорее таким, скорее больше кекисным идиотским вариантом, чем прям что-то такой жесткий-жесткий прям павер, который просто жопа как всех насилует. Но тем не менее, он и не был слабым. Он далеко не был слабым. Их можно было использовать. Минус Найтов был скорее здесь в том, что, казалось бы, у тебя в армии, ну там, типа малое количество моделей. Вот у тебя ходит этот Найт вместо там огромной кучи войск, которые ты мог набрать на стоимость этого Найта. У тебя ходит этот Найт. Но получалось так, что Найтам на самом деле надо было очень хорошо микроменеджментить. В принципе, микроменеджмент в той же, например, седьмой редакции был достаточно важной частью, которая частично сейчас сильно деграднула в той же восьмерке и девятке. Но тогда это было очень-очень важно. Например, базовый момент это стампы у Найта, которые работали. У нас следующим образом, что у вас эти стампы как бы могли перекладываться. У вас был такой шаблончик. Я показываю здесь эспандер зачем-то вам. Там, кстати, шаблончики были такого же цвета, как это эспандер. И вот эти вот кружочки вы могли перекладывать. И то, как вы эти кружочки просто перекладывали этими стампами в ХТХ, очень уже роляло. И да, человек, который не застал те времена, кажется, а что здесь такого? Но это было очень важно. Как вы вот эти вот кругляши вот так вот так туда-сюда перекладываете. Ну и также нельзя опускать тот момент, что Найты у нас были еще желтым союзом для некоторых фракций. Например, те же орки вполне себе могли брать их. Нужно ли им было это? Не уверен. Но, тем не менее, могли и иногда даже брали. Но мы постепенно по истории подходим к ключевому моменту, на самом деле, седьмой редакции. Это когда у нас начали выходить так называемые сапплайменты. Точнее, они не так называемые, они назывались сапплайментами. Но их называли декурионами. То есть, это у нас апдейты, которые выдавали фракциям какие-то специальные формации, в которых усиливали какие-то юниты. Собственно, декурионами их называли, потому что первый был, это, собственно, у нас некронский. И, собственно, там был декурион. И найтов был эквивалент, на самом деле, этому тоже. У них был лэнс, кажется, он назывался. Собственно, простая штука, где вы набирали найтов, и у них еще усиливалась у них защита. Прикольная штука, там с дополнительными всякими плюхами для найтов. Сильно их бафало. И, то есть, это одна из таких армий, которая регулярно выступала на турнирах, особенно на командных турнирах. Собственно, моно-найты. Моно-найты бегали по столу, их, это вот пачка найтов, и играешь такой килл-тим, против тебя миллион моделей, у тебя их четыре, и тебе нормально. И в этот момент, пожалуй, наверное, пиковые мощи найтов, как по мне. Потому что на тот момент они прям были очень сильны. Ну, то есть, да, с ними были способы справляться, но проблема была в том, что каким-то фракциям с этим было проще, каким-то с этим было легче. Например, были такие странные фишки, то, что, например, если ты ожидаешь то, что ты можешь встретить найтов, то, например, играя за каких-нибудь спейсмаринов, ты брал, например, Лебрам себе посохи в отряд. Казалось бы, посохи были самым худшим, наверное, выбором, в принципе, для Лебров. Самым лучшим всегда оставались топоры, потому что у них был АП-2, и, соответственно, они игнорировали любую броню. Но, так как Найт не имел раньше показателя с Ива, как он имеет его сейчас, ему с этого показателя АП, ну, по сути, ничего не значило. Главное было его пробивать. И зачем, собственно, брали посох? Потому что у посоха было повышение силы. И, казалось бы, зачем здесь это вам повышение силы? А затем, что игрок за тех же СМ мог спокойно искать заклинания в Санкчуаре. Это заклинания у нас, которые по умолчанию, на самом деле, созданы типа для серых рыцарей. Но, собственно, самое главное, там у нас был Хаммерхенд. И зачем вообще нахрена этот Хаммерхенд был нужен? Затем, чтобы еще повысить фактически свою силу, для того, чтобы вы могли просто приходить к Найту и просто дубасть его по башке этой палкой. И, на самом деле, даже несколько тычек, пронесенные этой палкой, уже были большой проблемой для Найта. Потому что это не как сейчас, когда у Найта там типа 26 каких-нибудь вундов, и 2 снятые вунды ему значение не имеет. Нет, раньше 2 снятые вунды с Найта, это треть вундов Найта. Это как бы ого-го, как важно было. И были такие вот странные фишки, то есть, когда люди реально затачивались на то, чтобы тех же Найтов там валить. Ну, я, наверное, не буду причислять, какие были методы борьбы с Найтами, в принципе, у всех фракций. Но, по сути, там все упиралось в то, что какую аналкранавалги в этом накидала вам ваш декурен, ну, или вообще там что есть такого в кодексе. И, опять же, напомню, хоть и было вот эта куча способов борьбы с этими Найтами, но, тем не менее, Найты так или иначе были достаточно сильные фракции. Но, как по мне, главный недостаток был, на самом деле, в тот же момент, то, что, да, они все еще оставались достаточно тяжелыми в управлении, ну, если вы хотели хорошо за них играть. Потому что играть за них аутично, это, скорее всего, значило, что вы будете насасываться у сильных оппонентов. А у Найтов таких моментов с микроконтролем и моментами того, что одно ваше действие может означать очень фатальную ошибку для вас, хватало. Чего только стоило вращение щитов. Вращение щитов-то позволяло вам, когда в Найта стреляют, провернуть щит, и куда-нибудь, например, в борт вам стреляют, и вы такой поворачиваете щит, и вам борт летит, и вы как бы откидываете оттуда инвуль. Но могла быть такая ситуация, что вас противник забайтил, вы повернули щит в ту сторону, а потом начинает вам просто в лицо настрелить, ну, или в жопу, или в другой борт. И если вы как бы плохо это все прочитали в своей голове, то и на этом вот где-то и заканчивается история Найтов в седьмой редакции. Причем, ну, я считаю, заканчивается как бы на хорошей ноте для Найтов, потому что они оставались, да, не прям суперполомные фракции, которые всех об колено свою огромную Найтовская ломает, но при этом все-таки и не слабой, далеко не слабой фракции, которая могла из себя что-то представлять, которая могла нормально выступать. И тут наступила восьмерка очка. И, как по мне, в восьмерке до выхода кодекса Найтов, Найты просто начинали постепенно деградировать до уровня просто Плинтуса. То есть, да, в начале появления редакции, когда вообще еще люди ничего не понимали, как работает восьмерка, да, могли Найты что-то из себя пытаться показывать, но в момент того, когда уже чуть-чуть устаканилось понимание людей, как работают механики, как работает все в этой редакции, Найты просто стали каким-то мусором. И чем дальше шло, чем дальше выходили кодексы, тем дерьмовые-дерьмовые становились Найты. Они прямо, ну, скатывались, конечно, да, кто-нибудь скажет, ну, Михаил, это стандартная практика, в принципе, для всех кодексов со старыми вот этими релизами, которые давно не получали апдейтов, и, по сути, ну, отсутствие кодекса и обозначало это. Но с Найтами все было хуже, они скатывались вот как бы не вот так вот и периодически их бафали апдейтами, нет, они вот так вот типа летели вниз, как будто просто этот, смотри, бомбочкой обземлил, просто баф. И получилось в итоге так, что на какой-то момент, когда уже почти все кодексы были переизданы, Найты оставались не переизданными, и это был просто мусор. Это был мусор, который можно было, ну, на самом деле играть просто, если ты вот прямо хочешь на яйца затаскивать там партии и все такое, но хотя все равно это получалось большим трудом, и в тех партиях, где ты бы за нормальную фракцию бы легко победил, за Найтов бы, ты бы, ох, как бы пострадал бы, и дай бог бы какие-то очки вытянул. В общем, не самые лучшие времена. После чего неожиданно выходят, собственно, с обновленные мехи, и к ним же выдают обновленных у нас Найтов. Ну и потом у нас, на самом деле, выходили обновленные Найты, и Найты на какое-то время даже такие типа, опа, опа, ну, показали голову, ну, так, типа, головешечку, я бы сказал, они показали, то есть они стали играбельными, я не сказал бы, что они стали прям суперполомными, но при этом хотя бы это перестало быть такое просто одностороннее сосиво, где тебе надо вот прям очень очко себе порвать, чтобы хоть что-то сделать. Как по мне, этот момент длился недолго, потому что у них все равно продолжалось это вот постепенное скатывание, инфляция, так скажем, кодекса, до определенного момента. Как по мне, это выход девятки. Выход, ну, возможно, правда, чуть раньше, конечно, выхода девятки, но, наверное, девятка очень сильно тоже на этом сказалась. Почему? Потому что Найты провалились куда-то на дно, в том числе не только по своим кодексным правилам, то есть проблема уже была для кодекса Найтов не в том, что у них слабый кодекс, да, то есть у них, в принципе, ну, как бы я бы не сказал, что у Найтов когда-то был прям супер-супер-сильный кодекс, то есть у нас были вот эти вот там правила, которые были у Мехов, например, Меховские Найты, они тоже не были прям супер-паломными, и кодекс сам Найтов, который вышел, он тоже не был супер-паломным, но хоть что-то из себя представляло, но вот это вот скатывание, оно продолжалось, то есть у них дерьмовик, как бы их статлайн становился неактуальным к нынешним реалиям, то есть у них, ну, условно, недостаточно фаерпавера, у них недостаточно урон в КТХ, Они достаточно хорошо держат удар, и типа недостаточно, у них там всякие стратегемы, прочее, прочее и прочее, то есть возможностей просто меньше. И девятка просто забивает здоровенный гвоздь в крышку этого гроба найтов тем, что меняет просто фактически реалии миссии. То есть найты были и так дерьмовые в плане своего статлайна, так они становятся еще дерьмовые в плане вообще своих игровых механик. Найтам становится просто, ну невозможно практически выполнять основные миссии, которые сейчас есть в Вархаммере. То есть, ну на тот момент были, на Вархаммере. То есть у нас девятка в тот момент вообще являлась максимальной редакцией про то, что встань на точку и скорую, и в принципе ты за это получаешь очки. А найты, к сожалению, в этом плане ничем хорошим похвастаться не могли, потому что найт твой становился на точку, туда подходил один интерсессор и забирал у него эту точку. И ты стоишь такой великолепно, великолепно. Да, оставались все еще какие-то фишки, на которые иногда неопытные игроки могли попасться. То есть, например, такая штука, как то, что у тебя обычно большинство найтов в твоей армии, а иногда и все, фактически являлись чарактерами. И у них был кейворд-чарактер, и, например, такую штуку они могли делать как герои. И это были смешные ситуации, когда противник такой, ну я стану вот здесь, вот здесь я стану здесь, здесь я стану здесь. Те же вот, например, мальчики подошли на точку и такие, я взял точку, а ты такой херой, делай ножками найта, вот так вот бам-бам-бам-бам-бам. Ну и, кстати, я не заскал туда про такой момент, то, что найтами почему было тяжеловато, мне кажется, играть в той же восьмерке некоторым людям. Потому что многие люди не могли понять просто, как надо использовать найтов, а найтов на самом деле надо было использовать достаточно просто. Ты просто бежишь вперед, стреляешь в противника и обязательно чаржишь его и топчешь своими ножульками. Даже если у тебя полностью стрелковый найт. Нахрена это спрашивается было делать, если найт твой стрелковый, он хороший стрелковый потенциал имеет. Но, как по мне, стоимость найтов была такова в тот момент, что если ты не будешь приходить в КТХ, а найты все-таки даже стрелковые в КТХ могли навалить достаточно много, то у тебя образовывалась такая простая ситуация, что ты не можешь найтом отбить свои очки. Этот найт просто не может нанести урон эквивалентно тем очкам, которые ты за него заплатил. И, чтобы это нивелировать, тебе приходилось приходить в ближний бой, чтобы нанести дополнительный урон. И тогда найт себя гораздо лучше показывал. Вот, в принципе, на самом деле, мне кажется, самая распространенная была ошибка при игре за найтов. То есть, очень большая пассивность. Вот это, типа, набрать кучу стрелковых найтов, которые просто ходят, что-то пи-пи-пи, никогда не идти в КТХ. Это прям очень плохо сказывалось на их винрейте. Но, возвращаясь в девятку, найты как бы катились-катились в жопу. Но, правда, в какой-то момент смогли такие что-то из себя показать. Почему смогли что-то из себя показать? Потому что, во-первых, у нас выходят балансные датаправки, которые чуть-чуть бустанули найтов, дав им возможность хоть как-то скорить. И потом у нас выходит самое главное. У нас выходит компендиум форжи, который, в принципе, всех форжовых найтов куда-то убивает. Ну, по большей части, они все становятся очень мусорными. Но, как всегда, это бывает у ГВ. Все они убили, да не все. Сплывают кривые форжовые закачки у армигеров. То есть, вот этих вот собак-роботов таких, которые, ну, они, потому что называются вардоги. Для них есть специальная закачка у форжей. И вот с этой закачкой все начали бегать. В принципе, они показывали неплохие результаты на турнирах. Я бы даже сказал, возможно, хорошие. Правда, все, опять же, упиралось от вашего оппонента, от террейна и прочего. То есть, скажем так, на большинстве московских ивентов, которые проводились у нас, такой армии было тяжело играть. Потому что у нас очень завалено террейном таким, что этим найтам, ну, просто пройти было некуда. Кстати, тоже важная штука, что 9-я редакция чем еще подкосил найтов. Это увеличением, ну, средним увеличением количества террейна на столах. Потом наступил, как бы, совсем вот это вот добивание найтов. Это очередные балансные датаправки и обновление очковых стоимостей, которые, что сделали правильно, удорожали тех самых паломных армигеров, которые все использовали. И, как бы, все. Это был единственный играбельный, ну, почти один единственный играбельный юнит у найтов. И найты такие благополучно исчезают. Просто, типа, с именно нормальной компетитив, как бы, игры найты просто пропадают. Ну, потому что их использовать становится вообще практически невозможно. То есть, они слишком устаревшие. Они просто никак не могут оказывать противнику хоть на сколько-то достойное сопротивление. Причем, при том, что им даже выдавали какие-то плюхи и до этого. То есть, например, у нас есть дополнение для дома Рейвен. Это, который у нас, ребята, вместе с Металликой бегают. Но даже то, что вы могли вот это вот, типа, взять этого найта в армию мехов. Им там выдаются кантиклы. У него начинает там работать еще доп-стратогемы. Вроде бы все круто. И вот, можно там сделать так, чтобы его меховские чары, которые могли у тебя чинить. Типа, вроде все классно. Но, на самом деле, нет. Все равно это нифига не помогает. Это еще и с той позиции, что на тот момент сильные мехи смотрят просто на этого найта. И зачем мне его брать в ростер? То есть, на цену вот этого там даже 320 очков, которые я там возьму за дешевого найта, я возьму просто своей армии 320 очков, и они будут гораздо-гораздо сильнее. Те же там 220 гитариев чего только стоят. Они этого найта и причем еще и убьют, скорее всего. Но мы могли бы закончить на вот такой вот печальной ноте, если бы не последние новости, что, собственно, у нас уже грядет кодекс найтов. Он вот буквально вот-вот у нас выходит. И, ну, пока мы на момент записи этого ролика. И я надеюсь, все-таки, наконец-таки, наконец-таки, найты хоть смогут сплыть и что-то из себя показать. Надолго ли? Это другой вопрос. Не станут ли они новым поломом? Это еще один вопрос. Но, возможно, да, мем, который кто-то зародил в комментариях, что Михаил какую фракцию не возьмет, геои ее бахает в усмерть, пока что продолжает работать. И, как бы, принимаем ваши донаты на ту фракцию, за которую я должен играть, если хотите получить к ней бах. Ну, ладно, шутки шутками, а теперь настало время у нас хоббийной части. Мы будем собирать найта. Да, и не какого-то просто найта, а я решил собирать 3D-печатного найта. Потому что у меня есть какой-то давно подаренный мне найт, правда, сомнительного происхождения, и можно было бы, в принципе, купить нового. Но они все какие-то обычные. Они все очень обычные. Ну, да, хасистские найты, в принципе, симпотные, когда они вышли. Это, в принципе, как бы... Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. Да вообще, давай уберем этот момент, давай. Хасистские найты, в принципе, симпотные, но хотелось чего-то уникальненького. И, и, и у нас такое есть. Потому что, потому что существует в мире такой прекрасный человек, а даже не человек, а самоосознавшая себя гендерно-нейтральная нейросеть по имени Антон, фактически, который и внедрил нам 3D-печать на канал. Без него, наверное, бы ни хана бы не получилось у нас. И благодаря Антону получилось у нас разжиться прекрасным-прекрасным 3D-печатным найтом. Спасибо, как всегда, Антону. Ну, а мы, ребята, давайте выдвигаться к столу и будем его собирать. Что ж, для начала давайте-ка мы с вами вообще рассмотрим, что у нас здесь, в принципе, есть. Почему, возможно, я задаюсь по вашему мнению таким вопросом? Потому что я обычных найтов собирал, литых, ну, точнее, у нас в данном случае 3D-печатных найтов никогда не собирал. Плюс он здесь частично собран, благодаря Антону. Частично здесь у нас магнетизация сделана, не частично, точнее, а полностью магнетизация у нас здесь сделана. Поэтому, как бы, у нас, в принципе, здесь сборка, наверное, такой большой пласт сборки здесь проведен. Который обычно у нас как раз-то куча мелких деталей. Но, правда, здесь многие детали и целиковые. То есть, например, насколько я понимаю, сам корпус по себе, он чуть ли не цельнопечатный. То есть, у нас здесь к нему крепится, вот, по-моему, вроде бы, только вот эти вот два плеча. Но, возможно, здесь Антон в комментариях напишет все-таки, из каких деталей состоял этот у нас основной корпус. Но мне кажется, по-моему, да, по-моему, он состоял из единой вот этой вот здоровенной деталюшище. То есть, это здесь нас собирать не надо. Но давайте смотреть, что у нас вообще здесь, как бы, есть. Давайте начнем, наверное, с верхушки. У нас здесь вот этот вот корпус. Что на него здесь крепится? У нас здесь вот горб от Найта. Причем, кстати, обратите внимание, но это на готовой модели будет хорошо видно. У нас здесь вот здесь вот голова. И вот, как бы, вот здесь у него торс. У него здесь голова сильно ниже расположена, чем у обычного Найта. То есть, обычный Найт у нас, конечно, понятное дело, горбун. То есть, у обычного Найта голова вот где-то вот тут вот расположена. А вот тут у него ракета. У этого еще ниже у нас. То есть, видите, она ниже рук даже вот расположена у нас с этим дырок. Вот. Ну, это просто в смысле стилистика. Такое интересное наблюдение. Что у нас касается этой верхней панельки. На самом деле, ну, клеить я сейчас буду или нет, наверное, сейчас решим. Но самое интересное, здесь у нас, видите, уже здесь замагничено. Что у нас, соответственно, сюда может ставиться. Или у нас сюда ставится вот эта вот автопушечка. Вот такая вот, типа, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Она, конечно, немножко похожа на стаберы, но это автопушечка. Будем считать автопушечкой. И у нас здесь есть вот наша ракетница. Единственное, здесь не стали мы заморачиваться. Я, по-моему, Антону про это сказал, что да хрен бы с ними. Никому на это разницы никакой нет. Что вообще ракетницы у Найт-А есть две. Здесь, конечно, вроде бы как большая версия ракетницы. Но на крайний случай, если что, можно будет напечатать. А вообще, как бы, блин, никто их по Визивигу не различает. Поэтому, как бы, по хрену. Вот. Но, получается, у нас мы можем спокойно здесь магнитить эти две пушечки. Ну, или ничего не магнитить. И оставлять просто здесь такую блямпочку. Дальше. В верхушку мы это можем убрать. Что у нас крепится еще? Головы. Головы у нас здесь даже на удивление четыре. Правда, две из них абсолютно одинаковые. Но, наверное, те основные, которые мы будем использовать. Это вот такие вот головы. То есть, у нас, как бы, аугументика вместе с какими-то черепами. Обвешенная. Прям выглядит. Мне нравится как. Это чисто, вроде как, моделизм Антона. Он сам вот эти вот головы сделал. Это была его идея полностью. Вот это все заделать. Тут немножко не стыкуется. Видите, у нас здесь есть такие четыре дырочки небольшие. В них вот эти вот шланги у нас входят. Чуть-чуть они мимо стоят. Ну, здесь один буквально шланг. Но это не проблема. Это проблема просто тем, что смола, видимо, еще до запекания ее, она все-таки мягкая и могла не совсем правильную форму принять. Но это не проблема. Это не будет видно. Будет у нас вот с такой вот головой. Это, скорее всего, голова, которую мы основную будем ставить. Кстати, давайте проверим вторую. Может, второй чуть иначе эти. А, вот, смотрите, а вторая лучше встает. Вторая лучше встает, кстати, сюда вот с этими кабелечками. Вот с такой вот у нас головой будет бегать. Но у нас есть альтернатива в виде одной вот такой вот головы. Можно для чего-то еще ее будем использовать. Вот такая вот. То есть у нас здесь просто типа, кто у нас, хотел сказать, орнитологи, кто у нас зоологи, кто определит чей-то череп. Вот такой аргументированный. В принципе, тоже прикольно выглядит. И чего-то надо будет использовать. Ну, и есть вот такая вот башка. Это чисто родная голова вот этого найта, которая сделана самим автором модели. Вот. Она вот так сюда вставляется. Один большой визор. Не, в принципе, прикольно смотрится. Вот видите, есть еще какой-то черепочечек. Но, ну, типа, это не так круто выглядит, естественно, как вот это вот все у нас. Что можно сказать еще у нас дальше? Давайте идти. Носисичники. У нас здесь насисичники есть. Ну, во-первых, здесь у нас есть вооружение. Всякое, как видите, у нас здесь даже плазма. То есть, по сути, нам для базового найта нужна только стабер и мельта. Но здесь еще есть вот там какая-нибудь плазма. И вот это вот от форжового, например, найта. Вообще кусок, да? Вот такой вот у нас. Но это в данном случае нам здесь не особо сейчас нужно. Но на будущее может пригодиться, так как у нас в найт непонятных пропорциях, как бы. Ну, вот мельта можно так поставить. Второй насисичник мы, естественно, затыкаем вот таким вот щитком. Оп. Видите, у нас как бы есть щиточек. Что за щиток? Сейчас вам покажу его чуть поближе. Чтобы вы могли рассмотреть. Это у нас щиток ТФЕшный. Это щиток ТФЕшный. У нас, видите, такой вот символик канал, но немножко с меховским уклоном. То есть, здесь у нас меховская символика какая-то есть. Ручка, держащая гаечный ключик. Вот так вот. То есть, у нас насисичники есть. Ну, и есть такая вот штука. Непонятное какое-то силовое поле. Видимо, тоже вот так вот сюда можно вставлять. Ну, или сюда. Все это у нас магнится в разные стороны. Дальше. Руки. У нас есть, получается, правая и левая рука. Ну, ладно, какая из них правая и левая, мы можем решать сами по себе. Но давайте условно решим, что у нас правая рука будет типа стрелковой. Тогда у нас вот есть от нее всего лишь такие вот две части. Ну, собственно, нам больше и не надо. Одна вот эта у нас будет вставляться сюда в плечо. Ее мы, естественно, вклеим. Ну, понятно, что бы ее не вклеить сюда, да? Вот. Ее мы сюда вклеим. Что к ней у нас крепится? У нас здесь крепится такая вот деталюха. Причем очень плотно влазит. В принципе, даже как будто бы ее можно было бы не магнитить, точнее, не клеить. Но, я думаю, с клеем, когда определимся с позой. И у нас, соответственно, четыре оружия. Все здесь четыре. Пять. Михаил-то упоролся. Нет, четыре. Четыре. Одно на другую руку. Правильно? Правильно, да. А, нет, нет, на ту же руку. Короче, нет. Да, четыре оружия сюда может купиться. Михаил не умеет читать. Смотрите, у нас есть вот такая вот... Это у нас лазерная хреновина. Не помню точное ее название. Она у нас у одного из видов Найтов есть. Ну, как бы крепится сюда, понятно, хорошо. Сделана здесь, в принципе, почти полностью копия оригинала. Немножко отличается только. Дальше вот уже интереснее. Начинается мельтопушка. Мельтопушка мне очень здесь нравится. Прям супер красиво смотрится. Она какая-то такая... Ну, вот оригинальная, она какая-то блеклая. Не знаю, здесь такая огромная бочка. Вот эта здоровенная бочка. У нее такой идет шланг сюда. Прямо... Жестко. Вот. И вот так вот, опять же, у нас здесь ставится. Ну, и, соответственно, вот так вот будет у нас Найт с этой пушкой, да, стоять. Ну, или можно на другую руку, опять же, это расположить. Есть у нас Гатлинг. Гатлинг наш, ну, это у нас, собственно, роторка. Тоже похоже на оригинальную. Немножко у нее отличается задняя часть, в принципе. Но не сильно. Есть здесь у нас же тоже линкованный Хэви Флеймер. Тоже, как у оригинального. Ну, то есть, все по визивилу здесь делаем. Ну, классно выглядит. Я думаю, большинство наших зрителей, это, да, как и наших авторов канала. То есть, например, у нас с Денисом есть вот эта вот одержимость роторными пушками. Ну, не знаю, круто выглядит, когда такой мини-гант. Надеюсь, вам, как нашим зрителям, тоже нравятся такие вот вращающиеся стволы. Ну, вот, выглядит, короче, крутенько. Дальше у нас уже пошла в сторону, это, как бы, похоже 4G, но нет. Это у нас, ну, типа, как бы, автопушка. Нет, не автопушка, это называется Battle Cannon. Battle Cannon это у нас такой вот. Немножко, кто-то скажет, не похоже на оригинальный. Это как будто бы ласка, но мне нравится, как это выглядит. Такая, не знаю, красивенький ствол такой. Ну, и стабер, как по визивилу, есть. И вот дополнительно к этому очень круто выглядят эти вот патроны. Конечно, к одному стаберу куча патронов у нас здесь тянется. Но выглядит красивейшно. Кстати, по идее, я все-таки понял, что, видимо, пушки у нас планируется ставить... А, блин, нет, не знаю. То есть, видите, вот это вот похоже, что ставится должно все-таки на левую руку, раз вот здесь щиток в эту сторону идет. Но здесь он идет на эту сторону, а здесь он тоже на эту идет, а здесь он центрирован. Ну, короче, ладно, можно руку куда угодно ставить. Но выглядит прикольно. Вот эта пушечка. И переходим к милишным опциям. Первая у нас милишная опция, которая тоже на эту же руку может ставиться, это у нас вот это вот пиво-меч, здоровенный метовский пиво-меч. Опять же, сюда все ставится. Здесь он сделан по стилистику под хаос. На самом деле, очень, опять же, похож под хасидский оригинальный. Он подходит, в принципе, визуально. Выглядит крутенько, мне нравится. Хасидский все-таки гораздо импонирует мне больше, чем лояльный. У лояльного как-то все грустненько, а тут такой вот огромный клевец. Здесь есть прям так... Ладно, надо аккуратно не бить этой штукой, потому что сломается легко, на самом деле. И у нас осталась последняя опция, это у нас рука, ну, то есть перчатка Нейта. Но, как вы можете обратить внимание, здесь немного не тот крепеж. Почему? Потому что вот рука под него. Ну, как на самом деле рука под него? Бам! Здесь у нас тоже магнит, это, соответственно, мы просто ставим вот на эту руку. Да? Вот. Но, естественно, перчатка должна быть только на левую руку, потому что у нее как бы есть здесь противостоящий палец, и выглядит она будет тупо, если мы ее поставим вот так вот, да? Типа вот так вот будет выглядеть, как у нас она отстала. А так, ну, чуть менее у нас отсталый. Вот. Соответственно, просто вклеивается потом деталька сюда. Я не уверен, опять же, на каком этапе ее лучше вклеивать, но, наверное, имеет смысл все-таки вначале ее вклеить. Но тоже, опять же, прикольно выглядящая ручон очка у нас здесь есть. Вот такая у нас ситуация здесь с вооружением. Что касаемо дальше у нас корпуса именно, это у нас есть здесь вот такие наплечники. У нас здесь есть наплечники, просто вот, просто наплечники, видите, без ничто. Это потому что вот это не наплечники, это просто плечи. На них сверху вот эта штука налепляется и... Ой, вот так вот, да? И мы получаем как раз уже вот эти самые плечи. Вот. Но у нас есть кастомные, которые сделал Антон, которые мы, наверное, будем использовать. На первом у нас здесь, опять же, символика канала. Вот такая вот. Ну, то есть, ТФЕ, но стилизованная под мехом. А вот на втором наплечники все еще смешнее. Во-первых, у нас здесь кубики. Похоже немножко, правда, на символ МБГ, я сейчас понял. Но как бы ладно, кубики и кубики. А самое главное название для этого Найта. Найт у нас будет называться Пенетратор. Вот так вот Найт Пенетратор у нас будет. Офигительная идея от Антона. Опять же, я даже ничего не придумывал. Такого чисто его идея, но мне очень нравится. Вот так вот у него, короче, будут эти вот плечики. Ну, вполне себе, по-моему, неплохо. Переходим к, так скажем, промежностям Найта. Это у нас ноги. Начинается у нас таз. Таз здесь замагничен у нас. Бам. Причем достаточно здоровый, вы видите, магнит. То есть нормально держится корпус. Не, ну, можно оторвать, если прям сильно трясти. Вот так. Бам, отвалится. Но, в смысле, для игры нам этого хватит, чтобы он так держался. Вот так вот, типа, мы будем, можем его двигать. Но и перевозить нам будет проще, потому что Найт у нас будет разбираться. Вот. Правда, ноги все равно остаются самой большой и неудобной частью при перевозке. Потому что, понимаете, корпус у нас остается вот таким. А вот таз, он достаточно высокий. С учетом того, что он коннектится, как бы, к базе. Можно, конечно, таз замагнитить к базе, то есть ступни. Но это очень геморно. Но, правда, и очень экономит место. Но мы такого делать, наверное, не будем. Но, в итоге, я вам покажу еще, как это будет выглядеть. Что у нас по ногам? У нас здесь, ну, как бы, левая и правая нога, понятное дело, есть. Но мы, например, одной посмотрим. Вот у нас, получается, левая нога, да. Здесь, понятно, все дело. Здесь просто крепится вот этот вот шарнир. Единственное, что мне не нравится в этом соединении. Обратите внимание, у нас, вроде бы, достаточно глубокая хреновина, да. Вот здесь, то есть, у нас вот этот круголь и здесь вот эта вот, как бы, гофра сделана. Но мы берем и просто полностью ее заталкиваем почти внутрь. Точнее, вот. Мы не просто почти, а полностью заталкиваем внутрь. То есть, у нас этот вот шаг сделать наклон, нам надо, как бы, доставать, видите, эту ногу отсюда и уже делать наклон. Короче, есть некоторые, ну, неудобства, если мы не хотим его делать, условно, на прямых ногах. Но все-таки на прямых ногах, думаю, понимаете, будет смотреться, как бы, скучноватенько. То есть, ну, даже если мы, вот, одну ногу вперед, ну, может быть, вот так вот сделаем. Типа, одну ногу вперед, другую назад, и что-то какую-то позу, там, на чем-то он стоять, например, у нас будет, да. Может быть, вот так вот сделаем. Но, что у нас дальше, собственно, по крепежам? У нас дальше есть вот эта вот часть, это у нас голень, получается, да, голень. Как у нас крепится голень? К самому бедру, вот, собственно, вот, вот просто так вот, вот просто вот так накладывается. На самом деле, может показаться, что это какой-то липкое соединение, но достаточно хорошо на самом деле держится. Площадь соприкосновения здесь достаточно крупная. Возможно, потому что вот здесь есть ответные части к вот этому рельефу. То есть, ну, не вот к этому, где у нас ребристая часть, а то, что он здесь, переход в высоту здесь двух сторонах есть. Здесь-то есть, то есть, соответственно, держится оно, на самом деле, достаточно уверенно. Если клея туда нормально бахнуть, будет держаться, по идее, хорошо. Но, конечно, центровать-то будет тяжело все, ну, как бы, ноги эти целиком делают, но разберемся, думаю. А дальше вот начинается самая, наверное, как бы сложная, но прикольная часть. У нас есть ступня. Ступню мы, соответственно, устанавливали так. И вот тут вы можете заметить, как-то, ну, тупенько выглядит, согласитесь. Ну, действительно, дебильно, как-то какая-то куриная лапка у нас получается. Но в чем прикол? У нас здесь деталей еще не хватает. Почему? Потому что у нас есть вот такие вот пистоны. Пистоны у нас есть. В чем смысл пистонов? То, что у нас есть, как вам показать бы это. У нас есть, вот давайте на боковинке будем смотреть. Видите, у нас есть вот здесь такая ребристая часть, вот здесь, вот видите, ребристая часть. И вот здесь ребристая часть. Соответственно, мы вот можем вот так вот сюда установить пистон. Но, как вы видите, он не вылезает просто под вильнее. Почему? Потому что нам надо обрезать его вот тут. Смысл в том, что у нас Найт как бы будет вот с этими четырьмя пистонами. Вот этот вот загнутый у нас идет кверху. не загнутый идет здесь ступню кажется вроде бы вроде бы она так собирается надеюсь я правильно в этом разобрался хотя вот верхняя часть меня немножко в этом плане смущает потому что здесь видите как бы есть какой-то выступ и как будто бы она должна вот тут как-то вот сюда заходить но это нелогично смотрится вот и дальше у нас есть одна такая деталь уха вот такая вот и знаете что я не понимаю куда она вообще применяется я спрошу у антона чё это такое вот может как раз в процессе спорки с вами разберемся потому что реально я не понимаю что это за детали куда она идет куда она должна вставляться судя по всему это именно часть ног должна быть ну вот вроде бы как это реально часть ноги должна быть но куда ее воткнуть я просто не дупляю вот ну типа единственный место Куда она нормально встает, типа, вот, блин, на низ сюда, ну, как бы это странно, хотя, может быть, реально сюда Не знаю, короче, в общем, уточним Антона, потому что пока что я не понимаю Ладно, что же, мы тут наобсуждались, теперь давайте-ка будем этого паренька нашего собирать Что же, начинаем собирать нашего паренька Начнем собирать без опциональных вещей Начнем, наверное, с башки Мы налепим сюда голову, берем опять наш здоровенный тюбик суперклея И бахаем дофига суперклея Здесь точно лишним не будет, потому что, ну, площадь соприкосновения достаточно большая Аккуратность нам здесь особо не требует, слава богу Вот так вот, леп-леп-леп И после этого берем башку и крепим Сейчас у нас важный момент понять, нужен ли нам здесь закрепитель для этого суперклея Ну, я уже показывал в предыдущих роликах, если что, может, я сегодня еще покажу Но пока вроде тьфу-тьфу, все крепится нормально Вот у нас уже есть башка, смотрите, какая красивенькая, да Теперь у нас горб Вот тут вопрос, крепить нам его или нет Почему я думаю, крепить или нет Вопрос стоит у нас в вот этом нашем проливке масляной, белой и, точнее, белой, черной и коричневой По идее, по идее, у нас наплечники должны быть пролиты коричневым Основная часть корпуса вся у нас должна быть вот этой белой, ну, очень коричневой Почему белесый, название, не знаю Но я думаю, наверное, все-таки нам по возможности стоит собрать найти так, как можно больше Сейчас мне так кажется, потому что здесь достаточно большие плоскости Пересечься они вроде не должны Поэтому, наверное, все-таки, да, мы приклеим вот эту вот горбинушку Тут, правда, вот здесь клея нужно дохрена и больше Здесь, потому что у нас по всему вот этому периметру идет стык Вот, и эта деталька может у нас здесь спокойненько отвалиться Поэтому вот так вот бахаем и... И вроде бы нормально схватилось даже Да, вроде бы даже нормально схватилось Конечно, немножко суперклей мы тут сзади перебездели Слишком много добавили, но вот так вот подотрем и нормальник, в принципе, будет От пальцев мы его легче отклупаем, чем от задней части нашего робота Так, что теперь у нас? Наплечнички Наплечнички, вот у нас здесь их два Мы, наверное, сделаем традиционно, как мы это делаем сейчас у многих у нас То есть у нас получается левый наплечник символик канала Правый наплечник у нас, ну, типа, свой собственный Соответственно, символика канала лепится у нас вот сюда Тоже, да, так вот Блин, обожаю такую, когда можно суперклей вот так вот вывалить огромной такой блямбой Вообще супер Вот так вот Есть у нас наплечничек И это тоже так же Бельк Вот так вот берем и... Поникс Готово Кстати, забавно, да, но для такой большой модели Отвердитель нам вообще еще не пригождается Потому что оно очень хорошо стыкуется между собой, эти плоскости И прям держится хорошо Ну и, как видите, уже у нас явно стал наш Найт уже грознее выглядеть То есть мы добавляем ему уже, например, таз Он у нас такой достаточно массивный молодой человек становится Прикольненько выглядит Так, но у нас, по идее, с верхушкой Мы почти все закончили Кроме вот этих вот наших ручонок Вопрос в позе Вопрос в позе Как они у нас будут сделаны Почему? Потому что, по сути, нам нужно что делать? Эти вот детали сейчас здесь клеить, да? И нам нужно вклеить все-таки руку сюда Да? И шаг у нас здесь, как видите, прода... Ну, как бы это и плюс и минус Что у нас шаг здесь маленький Значит, у нас партических опций нет Но все-таки опции у нас есть Я думаю, стоит отставить руки как можно дальше Но вот вопрос с углом У нас, наверное, лучше сделать, чтобы одна рука была направлена чуть-чуть вперед А другая чуть назад Если мы считаем, что у нас основная именно рука для, получается, стрельбы Вот эта вот правая, да? Как мне кажется, наверное, лучше правую сделать Конечно, да, вот Батлкеном здесь щиток немножко не в ту сторону Но почему правая, мне кажется Потому что, видите, у нас здесь под углом вот это вот стоит крепеж И, как бы, если мы делаем правую руку не направленной вперед То у нас, как бы, Найт будет вот пушку вот так вот держать вниз То есть, вот видите, если мы под 90 градусов вниз его поставим Найт просто целится вниз Поэтому нам, видимо, надо вперед, чтобы он, как бы, ну, куда-то вперед целился Типа, да? А задняя рука, если у него будет, давайте прикинем Просто вот у него вот будет задняя рука направлена немножко назад Вот, например, с перчаткой, да? Ну, в принципе, нормально А если мы возьмем меч, например, сюда в эту руку А если мы возьмем меч в эту руку То, да, в принципе, тоже вроде неплохо Да, в принципе, тоже неплохо Ну, и в эту руку, если она у нас будет вот так вот, как бы, вперед Тоже надо прикинуть Потому что меч у нас может быть в двух руках Потому что у нас может быть и то, и другое Да, вроде бы нормально Да, вроде бы нормально Тогда все становится проще Нам просто нужно прикрепить эти хреновинки Тут просто тогда делаем чуть Надо только понять Видите, вот смотрите Смотрим вот так вот Горизонт Просто мне кажется все время, что на это вот так должен быть Но он должен быть вот так вот Соответственно, берем вот так вот назад Да? Вот так вот назад Вот, отклоняем вот так вот руку назад И Оу Возможно, слишком много, конечно, клея Но хрен бы с ним вылезет Лишнее вылезет у нас здесь И вот так вот клеим Это у нас часть еще не приклеена, напоминаю Сейчас мы ждем, пока это схватится И будем ее клеить Вот так вот И в итоге у нас, если в этой руке будет меч Ну, вот так Да, нормально, в принципе, нормально, мне кажется Так, все Эта у нас часть здесь Клеится Вот, кстати, она у нас здесь клеится не идеальненько Клей сразу не схватывает Собака такая Ну, ладно, чуть ненадолго оставим Если что, пшикнем туда как раз с этим нашим отвердителем Теперь берем вторую часть Берем вторую часть Сюда тоже выливаем клей Так, нормальненько Бульк И направляем, получается, немного-немного вперед Эту руку Немного, чтобы вот, как бы, компенсировать этот угол Да, вроде норм должно быть Вот так вот Это, кстати, лучше схватилось Сейчас проверим еще раз оружием Ну, да, в принципе, более-менее нормально выглядит То есть у нас одна ручка назад, другая вперед Вот, кстати, вот так вот это видно лучше, да Ну, и, кстати, вроде они схватились хорошо Вопрос вот с этим вот писюльком Писюльки-писюльки-писюльки Их надо клеить То есть оставлять здесь на таком держаться Их рано или поздно они расшатаются и будут вываливаться Конечно, да, это тоже можно было все замагнить, но они туда будут падать Поэтому все-таки эту штуку надо клеить Вопрос в какой позе А, наверное, вот так вот мы их заклеим Чуть-чуть, типа, вот видите, они будут у нас отклонены как бы в сторону Это вполне себе нас устраивает, наверное, да То есть, типа, вот так вот меч нормально смотрится Рука, типа, у нас нормально будет смотреться Здесь стволы тоже у нас, по идее, если вот так, типа, чуть вперед Ну, вроде да, вроде нормально Вроде нормально Мы еще тем более ногами сейчас компенсируем Тогда что делаем? Опять же, сюда Наляпали сюда как следует клея И задвигаем эту деталь У нас там вылазит клей Его надо подсобрать Нам тут такого не надо Вот так вот одна у нас рука И вторая у нас вот так вот рука Шлеп-шлеп И... Шпонька Все По идее, готово Сейчас примерим еще раз Возьмем какую-нибудь вот руку Ну, вроде нормально, да Вот так вот он, типа, видите То есть, у нас, получается, по 90 градусов мы располагаем Он, как раз, у нас и пушку держит Ну, плюс-минус вдоль, как бы, уровня земли, да А здесь, типа, пушка у него чуть-чуть вот это вот, типа, назад уклонена Ну, мне кажется, не самая, конечно, не самая изысканная поза Но не самая ужасная, да Правильно, правильно, мне кажется Вот, как-то так А вот теперь мы это собрали часть, да И, как бы, кажется, вроде не тяжело Но мы можем отложить наши вот эти руки Только, кстати, нет, нет Мы не закончили с руками У нас осталась еще перчаточка Соответственно, мы еще давайте перчатку Тут какой-то угол мы можем задать Я думаю, чуть-чуть так вот подвернем, типа, руку Просто сюда внутрь буахаем суперклей Блин, обожаю, вот это так классно, когда ты можешь просто наляпать кучу суперклея И это не что-то ужасное Прям такие модели одно удовольствие собирать Чпоникс И вот так вот у нас проверяем, как он будет держаться Ну, вот так вот он будет с этой рукой ходить У нас тут, в принципе, более-менее нормальненько И если что, вот если у нас он будет парный То есть вот так вот он будет С мечом и рукой такой идти вперед Опять же, если горизонтально, то вот так вот Окей С этими частями мы закончили И вот теперь у нас начнутся ноги А ноги, это вам я скажу Ого-го Чего? Сейчас будем разбираться Как вот это нам все вообще катавасию собрать Ну и приступаем к самой нашей тяжелой задачке Это собирание сраных ног Ну, на самом деле ноги-то не сраные Но собирать их неудобно Чего-то для этого понадобится? Найтовская база Вот такая вот у меня есть Если я знаю, у кого-то возникнут вопросы Обязательно Михаил, Михаил, а кто-то взял такую базу? Это пластиковая база, да Но это китайцев я покупал Покупал давно И того магазина уже давно не существует На Алике просто заказывал Я думаю, сейчас загуглить Можно найти, если что, где их достать Вот такие базы Ну и просто пластик, пластик Да, можно клеить к ним пластиком клеем Размер у нас полностью эквивалентный Найтовской базе Но, тем не менее, вот такой вот блинец у нас есть Что ж Че у нас с ногами этими дурацкими? Почему здесь сложность? Да потому что у нас эти ноги Чтобы, ну, придать им хоть какую-то интересную позу Нам придется здесь очень сильно покорячиться Почему? Потому что у нас нету на ногах Никаких вот этих вот отметок Типа условно, что куда должно крепиться Для какой-то определенной позы Что приводит нас к чему? Приводит нас к тому, что у нас получается так Что мы можем, конечно, сейчас на бум что-то налепить Ну, то есть, типа, взять таз Там вот так вот, типа, бам, нога Типа, бам, нога Что-то дальше две вот эти там икры эти прилепим И куда-то в ступни Но, скорее всего, у нас абсолютно получится упоротая поза Во-вторых, будет стоять абсолютно по-дебильному Поэтому это не наш вариант Нам это не подходит Поэтому... Что нам подходит? Не знаю, что нам Поэтому подходит Короче, будем делать, что можем Мы что знаем Что у нас у Найтар Одна рука вперед Одна назад В принципе Можно делать как? Можно делать, что Если у нас в плане стрельющий Найт И у него правая рука вперед Можно делать и правую ногу вперед Типа, чтобы адекватная поза у него была Он, типа, опирается на нее С другой стороны Как бы можно сюда крепить вполне себе И заднюю, получается Делать эту ногу правую Типа, он у нас идет Ну, то есть, вы понимаете Когда вы идете вперед своими ножками Вы в такт к этому двигаете руками Но руки у вас в противоположных направлениях двигаются Обычно То есть, ну, правая нога у вас идет вперед Левая, правая рука у вас идет назад Да? Можете попробовать сейчас походить Я могу дарать Если сейчас много народу пошло ходить во время ролика Но, тем не менее Вот Что нам делать вот с этим Найтон Вообще не знаю, честно говоря Вообще не знаю, как будет лучше смотреться Поэтому Давайте-ка сделаем то Как было сделано У автора этой 3D-модельки У него в оригинале В ведущей руках у него была, правда, левая Которая, типа, он стреляет Ну и вот мы сделаем, что у него правая Вот, типа, он условно ей стреляет Вот, с своей этой пушкой И, типа, правую ногу он выставляет вперед Да? Какие-то все равно странно выглядит Ну вот, да покрыт, короче, мне кажется Дольше думать будем иначе Что же нам, соответственно, тогда надо сделать? Нам нужно вот эти ноги расположить Помните, что я говорил, что у нас есть один такой нюансик То, что если мы по максимуму засовываем ноги Они как-то вот слишком уж близко, видите, расположены Мне это не очень нравится Поэтому для начала мы, наверное, приклеим бедра Наверное, бедра, ну не бедра, бедра-то у нас вот Приклеим голени Приклеим голени, чтобы понять, как у нас поза будет адекватнее смотреться Почему? Потому что, видите, у голени с бедром соединение Вот только так мы можем двигать И мы, наверное, предполагаем, что раз, раз У нас вот это вот Блин, а хотя Блин, я сейчас понимаю, какая сложность Короче, смотрите Типа, в идеале, по идее, если у нас задняя вот эта нога Откинута, ну, задняя нога, левая нога откинута назад То мы вот так вот поставили ногу, да Вот, типа, в максимальное вот это положение И вот, типа, он вот так вот отставил эту ногу, да Но в теории-то мы можем сделать Что он так вот наклонил ногу И вот так вот ее сильнее отставил Но он, правда, нет, он тогда будет слишком низко сидеть Поэтому, наверное, да, вот так вот И вот так назад отставим Наверное, наверное, вот так вот будет, типа Правильный, да? Ну, наверное, да Ладненько, что ж, начинаем Вот тут хотя бы понятно, куда нам клеем бахать Просто берем вот сюда, вот его выливаем Главное вот на эти уступчики попасть клеем Чтобы там хорошо все зацепилось И что делаем? Что делаем? Да все просто Приделываем сюда Вот так вот Эту ногу У меня, конечно, есть спорные ощущения И, как бы, предположение Насколько будет прочно это отсоединение У Найт-А Справедливость здесь такой Если его не ронять, нагрузки особо не будет Но если мы уроним, он, скорее всего, у нас рассыпется И так, сам по себе Тут вот это вот соединение практически ролять не будет Поэтому, думаю, ничего не надо делать Просто, что меня волнует Чтобы здесь не отстрелилась случайно вот эта нога Ну, вроде бы, она должна нормально сидеть Но, кстати, вам подсказка, если вы будете такое что-то собирать Волнуетесь, что оно будет отстреливаться Берете сверло, когда у вас застывает мост клей Просверливаете деталь вот так вот насквозь обе детали Ну, здесь, может, чтобы не выходило И просто вставляете штифт через всю эту хреновину Тогда у вас, по идее, будет достаточно прочное соединение По идее, должно быть Так, что же, мы это сделали Окей Теперь Надо посмотреть, наверное, что Как бы нам переднюю ногу поставить Переднюю ногу, по идее, мы сильно-то тоже вперед не будем откорячивать Потому что она иначе будет совсем уж куто смотреться То есть, по идее, вот как-то так, типа Блин, сложно понять, на самом деле А знаете что, давайте посмотрим, как оригинальный стоит Вот вам телефон, прям достаю, показываю Видно, что здесь у нас Ну, да Вот так у нас стоит оригинальный Найт Че нам это говорит? Ничего нам это не говорит Ни хрена не понятно Очень интересно Ну, короче, мы можем Мы можем Типа, немного отклонить, по идее, ногу назад Мы это можем все-таки еще компенсировать Ступней, правильно? Да То есть, типа, по идее, вот мы можем Ну, короче Дай ногу Короче, вот, типа, не вот такое положение А вот где-то вот так, наверное, поставить И это будет более-менее вменяемо выглядеть И вот так вот вставляем сюда Эть Эту ногу Склеили нашу ногу Ну, она еще, конечно, не до конца там схватилась Все, понятное дело Но сейчас нам здесь это не нужно Оно держится нормально, более-менее Теперь нам надо что понять Найт у нас, конечно, вроде бы Ну, даже более-менее нормальная поза Вот такая, видите У ножек у нас получается Но Есть определенный недостаток Если вы будете смотреть вот так вот сбоку Сейчас вам постараюсь показать Видите, в чем проблема? У нас вот эта нога Ниже вот этой Да, у нас есть ступни Которые, типа, условно могут это компенсировать Но если мы просто сейчас тупо Эти ступни вот так вот поставим То Найт у нас просто возьмет И завалится как бы на один бок Он ровно стоять не будет Поэтому нам надо их уравнять И поэтому нам надо будет переднюю ногу Вот так вот, типа, вперед заводить Ну, или заднюю назад заводить Типа, чтобы они стали вот на одной высоте Чтобы он вот так вот сюда становился Вот, типа, вот так вот, да Типа, чтобы вот эта штука была гладенькая Иначе будет выглядеть дебильно абсолютно это все И что нам еще надо понять Все-таки мы будем пытаться ноги разносить в стороны или нет Потому что если Разнести, вот, типа, смотрим Типа, это будет вот так вот В принципе, выглядит, на самом деле, не то, чтобы плохо Но если мы их не будем разносить, возможно, слишком плоско. Вот если типа с корпусом вместе, ну типа в принципе-то и нормально вроде. А если в сторону разнести, не знаю, короче, тяжело. Давайте попробуем вначале одну ногу чуть-чуть откорячь в сторону и посмотрим на ней. Мы, наверное, начнем вот с этой задней ноги, ее сильно все равно мы отклонять не будем. Попробуем ее у нас, соответственно, как-нибудь под углом вот так вот типа фигарить. Что, соответственно, делаем? Тут вот в данном случае берем наш тюбик суперклея и просто заливаем здесь всю дыру этим клеем. Заполни меня полностью. Ну помните, что я говорил про клей уже в многих видосах? То, что он хорошо выступает у нас в роли, скажем так, заполнителя пустот. Соответственно, мы очень хорошо заполняем вот это вот все место. И бахаем еще немножко сюда. Пофиг, что здесь у нас клякс останется. Почему? Здесь у нас будет стыковаться верхняя часть бедра. Вот так вот. Проблема в том, что здесь нам даже отвердитель не поможет, потому что если мы как бы пшикнем отвердителем, он внутрь туда не попадет. И внутри вот эта жижа все еще останется. Но тут уж как бы остается только что делать, правильно ждать, пока оно высохнет. Ну, знаете, мне, наверное, чуть больше так нравится. То есть, типа такая чуть-чуть подинамичная, плюс видна вот эта вот рельефная часть. Наверное, в теории, кстати, у модели это можно модернизировать и чуть-чуть вытащить ее вперед. Да, потому что, видите, вот тут у нас одна часть вот так хорошо, динамичненько, а вторая просто пик, как будто яичишки себе пытается зажать. На это дерьмо, короче. Вот, поэтому мы будем делать так. Что ж, теперь нам надо сделать, эквивалентно выставить эту ногу вперед. Да, вот где-то вот так вот, да. Ну что, тут то же самое. Заливаем все суперклеем. Тоже бахаем сюда немножко. И вот теперь начинается момент того, что... То, что у нас клей пытается выбраться наружу. Клей не выбирайся наружу. Пытаемся подобрать вот высоту. Сейчас вам здесь, наверное, это не очень будет хорошо видно. Но, простите, тут уж тяжело показать это. Так, вроде бы, вроде бы мы добились одинаковой высоты. Нет, чуть-чуть надо вперед ногу. Ну, вроде бы, тьфу-тьфу. Сейчас надо очень аккуратно, чтобы здесь ничего не сломать. Убрать здесь у нас чуть-чуть лишнего клея попало. Но это, ладно, издержки тут как бы мы были вынуждены это делать. Вроде бы нормально. Теперь смотрим. Вот, смотрите, у нас как бы есть эта линия ровненькая. И вот здесь у нас две ноги. Мы для ровности подставляем вот так вот баску. Ну, чуть-чуть у нас наклон вперед получился. Слишком мы чуть задрали ногу вверх. Но, в принципе, в принципе, вроде нормально. Я вот сейчас так как бы своим взглядом смотрю. Некритично, некритично. Тут проблемы особой нет. Теперь мы должны приклеить ноги. Тут уже ступни. Тут уже, конечно, на самом деле попроще механизм. Почему? Потому что мы можем вот так вот поставить его, нашего Найта, на подставочку. Мы уже понимаем плюс-минус, как у него здесь все расположено. Поэтому мы просто вот так вот ставим его на баску. Только надо ноги поправить, чтобы они были у нас правильно. Вот так вот, да. После чего отрываем. Заливаем сюда у нас, типа, просто огромные, видите, вот такие капли суперклея. Тут уж точно не жалеем суперклея. Да, у нас будут эти поршни, напоминаю. Но поршни, думаю, вы догадываетесь. Они не то, чтобы будут хорошо конструкцию держать. Вот. Поэтому, чтобы его держать, бахаем кучу суперклея. И теперь вот так вот устанавливаем. У нас, конечно, выливается гора этого суперклея наружу. Но это надо. Это надо сделать. И теперь пытаемся его как-то выровнять. Вот тут, наверное, возможно, нам и понадобится отвердитель. Сейчас мы его достанем. Так, отвердитель у нас на готове. Но для начала нам нужно убрать здесь у нас излишки. Простите, там, возможно, вам плохо будет видно. Но, как бы, я не могу сейчас перевернуть модель, к сожалению. Потому что у нас здесь, как бы, все держится на соплях, в прямом смысле этого слова. Вот. Убираем излишки клея. На руку свою, возможно, не стоит его наносить. Но у меня нет ни одной поверхности, которая мне дорога была бы меньше, чем моя рука. Как видите, Михаил очень бережет свои руки. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Все вроде убрали. Все излишки убрали. Ну, что-то еще спилим. В принципе, не проблема. Теперь берем отвердитель. Вот это вот напоминает такой баллончик. Он, в принципе, вместе с этим клеем у меня шел. И пшикаем. Опа. Все застыло. Да, оп. Смотрите, видите, у нас уже вот этот вот шов на этап полностью застыл. Без отвердителя, честно говоря, собрать было бы вообще невозможно, мне кажется. Давайте еще пропшикаем как следует тут. Оп. И готовченко. Офигительно получилось. В принципе, мы можем уже теперь и здесь попшикать, чтобы на всякий случай, раз уж начали, на таз пшикнуть и сюда вот пшикнуть. Все. У нас теперь все, по идее, максимально сейчас здесь схватится. И, собственно, что нам остается? Только приклеить самого найта к баске. Это, в принципе, ну, не проблема большая для нас, понятное дело. Смотрите, у меня теперь кристаллизовались прямо, если что, не твердые куски клея на руке. Ладно, показываем дебилизм. Вот. Теперь нам что остается? Приделать поршни и приклеить его к базе. Наверное, вначале мы будем приклеивать поршни. Но тут есть один нюанс такой. Нам лучше немножко сейчас подождать, пока не выветрится полностью вот этот вот прекрасный отвердитель. Почему такая штука нам нужна сейчас? Потому что если мы сейчас сходу начнем вот прямо здесь собирать что-то, мы имеем большой шанс, ляпая суперклей, на него будет попадать еще немножко этот отвердитель. Он сразу будет отвердеваться и будет все у нас дерьмово, короче, все будет выглядеть убого, криво и косо. Поэтому, поэтому мы для начала сейчас чуть-чуть маленький перерывчик должны сделать, чтобы все это у нас дело выветрилось. Что же, настало время вставлять нам вот эти вот пистончики, так сказать. Но, как я уже говорил, проблема, видите, в чем? Пистон из гораздо длиннее места того, куда он должен, собственно, вставляться. Поэтому нам предстоит, в принципе, достаточно понятное действие. Нам нужно укоротить пистон. Проблема в том, что здесь очень тяжело измерить точную дистанцию, как его измерить, ну, как бы, сколько надо отрезать. Потому что сбоку вид нам ничего не дает, потому что здесь, вот видите, как бы эта штука, она внутрь должна входить. Вот, поэтому есть у нас, как бы, с этим проблемка определенная. Поэтому нам, скорее, здесь, мне видится таким способом. Мы берем какую-то произвольную дистанцию, вот, ну, вроде вот это подойдет нам, и вот откусываем. Только учтите, обязательно, конечно, напоминаю, что это у нас печатная смола. У нее есть главная проблема, потому что она, скорее, не ломается, не откусывается, а, скорее, раскалывается. Если сейчас здесь будет видно, вот, на вот этом вот откусе, то, что она здесь немножко скололась. Вот с этой вот стороны она, вот, например, скололась. Ну, хрен бы с ним, вроде бы держится. Дальше что делаем? Смотрим, хватает ли нам, чтобы ее воткнуть сюда. Нихрена, не влезает она сюда. Значит, надо еще чуть-чуть укорочить. Укорочить. Вот где-то так. И... Бамц! Втыкаем. Ну, вроде бы, видите, вроде бы нормально. Из недостатков, разве что, у нас непонятно, на самом деле, может быть, лучше его так вот цыкать вверх? Ну, это, кажется, выглядит тупо. Из недостатков скорее здесь то, что не совсем понятно, в какое место вот этого крепежа должна у нас крепиться вот этот пистон. Возможно, как раз я подразумеваю, что здесь, наверное, в модели имеется в виду, что должно крепиться так, как вот произвольно вы сможете воткнуть просто для удобства. То есть, видите, у нас здесь достаточно такой большой паз для вмещений, ну и, собственно, тут достаточно большой паз. И, собственно, чтобы вам легче было сделать, автор модели сделал это вот таким вот образом. То есть, у вас остается как бы шаг какой-то, как с этим работать. Вот, вот, так что как-то так. Теперь осталось это сейчас сюда вклеить, ну тут без особых интриг. Берем вот так вот и... Поньк... Втыкаем. Втыкнули? Втыкнули. Отличненько. Так, только надо, и опять издвинули, конечно же, возвращаемое на место. Вот, и что? Теперь нам надо повторить целых миллион раз. Ну, ладно, не миллион, нам надо повторить-то еще семь раз. Кстати, сразу же можно найти, что сделать. Я понял, что вот это за детальки были. Вот, собственно, вы уже могли понять вот эти вот кругляши. Это типа вот какие-то стабилизаторы вот здесь вот сюда, втыкающиеся в бортик. Соответственно, здесь мы просто шлепаем чуть суперклее и как бы постараемся относительно ровно, относительно земли, если мы думаем, что это какие-то стабилизаторы. Вот вдруг это они. Поэтому мы вот так вот их вклеиваем. И... Поньк. Готово. Ну что ж, сейчас я это повторю вот с этим всем и вернусь к вам уже с готовыми ножками. И вот так вот у нас выглядят наши прекрасные ножички куриные после установки всех этих пистонов. Ну, что могу сказать, выглядит, конечно, красивейшно. Выглядит красивейшно, вот эти пальчики прям такие механические. Да, конечно, немножко, возможно, нехабы, недостаточно толсто выглядят ноги. Но мне нравится. Мне нравится, как это смотрится. Не знаю, может написать в комментариях, как вам вот это вот выглядит. Типа, как по мне, ну, очень классно на самом деле. Такие прям, ух, хотел сказать, аж бы облизал, но не знаю, зачем мне их облизывать. Михаил с своими странными эпитетами. Можно, правда, сказать, то, что я что-то немного, мне кажется, криво повернул ноги. Вот сейчас смотрим, вот эта вот нога нормальная, а вот это вот надо было чуть-чуть, как бы, подвернуть вот сюда вот по часовой стрелке на ступню. Но, как бы, хрен бы с ним, это мы уже поменять не сможем. Что же нам осталось делать-то? У нас осталось, как бы, взаимодействие с базой. Мы уже можем приклеить нашего пацаненка к базе. Но надо обсудить, как мы будем оформлять базу. Ну, сразу скажу, мы будем оформлять базу не в зависимости от того, как у нас стоит этот найт. Просто для чего я это говорю, что можно было бы, конечно, использовать какую-нибудь идею, типа того, что мы поставим, чтобы он на что-то, например, своими ногами опирался. Но я решил, что чисто ради надежности вот этой вот конструкции, чтобы оно, как бы, лучше все держалось, я лучше его приклею к базе, а все остальное вокруг мы, как бы, него облевим. Ну, тут, собственно, ничего невероятного нет. Просто ляпаем ему клеем на вот эти его пальчики. Тут уж точно можем заливать клеем все просто сколько можем, потому что лишнего его здесь не будет. И аккуратненько так, типа, опачки, и чпонькс. И приклеили нашего найта. Все, приклеили его. Ну, относительно, он, конечно, еще будет какое-то время барахтаться. В принципе, если нам сильно будет нужно, мы сюда, опять же, можем активатором пшикнуть, чтобы он у нас прилип окончательно. И это еще не все. Сейчас мы приступим к оформлению базки. И вот мы приступаем к оформлению базы. На самом деле, сейчас вначале стоит объяснить, наверное, зачем мы вообще будем это все объяснять. Чтобы, ну, объяснять, потому что попросили в прошлом ролике все-таки объяснять, что откуда берется, поэтому чего в принципе нет. Плюс есть такая тема здесь для обсуждения, то, что, смотрите, у нас есть вот эта вот волшебная жижа, да, которая я, ну, жижа, она не то чтобы жижа, она скорее твердость, вот. Вот, и, короче, ей мы можем обмазать базу, понятное дело. Мы там покрасим наши цвета, налепим кустиков, все будет нормально, да. В принципе, да, в принципе, да, так и есть, но есть парочка у нас нюансов. Каких нюансов, на самом деле? Ну, то, что банка-то большая и не то чтобы супердорогая. Ну, хотя ладно, сейчас она достаточно дорогой уже стала. Вот, но, как бы, расход здесь, понимаете, 200 миллилитров, а не то чтобы прямо конские какие-то суперсбольшие значения. И мы на такую базу расход будем иметь просто колоссальный. Ну, сами думаете, суперздоровый. Поэтому, поэтому как раз и возникает вопрос, а чем нам тогда утыкать еще базу, чтобы оно, как бы, чуть поменьше у нас нам пришло жижи тратить, а побольше зачем-то занять. Ну, собственно, все просто, мы заваливаем базу какой-то хренью. Что у нас есть сегодня тут на повестке такое, что можно было прилепить? Первый, это вот такой вот кусочек, у меня есть иджиса, причем литого, неожиданно. Вот. Неожиданно литой кусок иджиса, не знаю, откуда он у меня, честно говоря, взялся. Тоже откуда-то с, наверное, еще с бицбазаров. Собственно, вот так вот жирное такое слоище клея. И куда-нибудь его вот так сюда. Поинк. И готово. Стоит. Дальше что-нибудь можем пластиковое кинуть. Вот у меня такой кусок трубы от террейна. Тоже, что бы его просто не кинуть, куда-нибудь в рандомное местечко мы берем тоже. И вот тоже лепим куда-то произвольно. Так, чпэк. Ну, на самом деле, видите, мы не то чтобы много площадей заняли, поэтому давайте сразу же у нас тяжелые артиллерии. Что у меня есть? У меня есть вот такие вот тоже браки литья какие-то от танков, от лимонрасов, кажется, это. В чем нам они здесь могут пригодиться? Это у нас днище лимонраса. Вроде бы лимонраса. У него вот эта очень прикольная текстурка. Думаю, ну, вы видите ее прекрасно, какая она здесь есть. И нам это, на самом деле, очень на руку. То есть, что мы можем сделать? Мы можем спокойно располагать здесь. Она у нас будет выглядеть, как какая-то металлическая решеточка такая. И вполне себе занимать площадь достаточно большую. При этом выглядит оно даже как-то интересненько. Тут поэтому сейчас надо ее как-нибудь нам нарезать кусочками, и мы ее сюда налетим. Тоже, я подготовил деталюшки. Не сильно я их в итоге как бы обкарнал. Решил вот разделить на две вот такие части. Ну, как бы на три. Вот у нас еще эту жопку. Я думал ее не использовать, потому что она слишком у нас плоская какая-то получается, да, жопка. Но я придумал способ, как мы ее будем использовать. Но это уже сам именно способ, как ее сделать более объемное. Мы покажем в кусочке про покрас. А пока давайте все это приделаем на место, где у нас должно быть. Собственно, смотрим, как у нас произвольно это будет хорошо смотреться на базе. Вот как бы, чтобы это вам было видно. Я вот видите, ее разрезал умышленно на две части, чтобы она была такая немножко расколотая. Можно было, конечно, еще вот из этого куска вырезать еще и как бы сделать целую дорожку. Но я решил, что и вот, в принципе, вот так вот нам хватит. И, наверное, да, вот где-то мы здесь расположим их. То есть берем кусок один. Смачно тоже. Кстати, вот учтите, когда такие плоскости лепите, тут суперклея точно не жалейте. И вот как-то вот так вот сюда прилепили. То, что у нас края будут отходить от базы, вот можно видеть здесь, она достаточно неровно клеится, не страшно. Но потом красной жижей намажем как бы заподлицо здесь и закроем эти все перекосы. Вторую тоже самое. Вот так. Вот. Опачки. Так, чтобы вам немножко еще показать. Вот так вот. То есть мы оставили здесь чуть-чуть типа треснутого места. Оп. И оно все, ну, более-менее приклеилось. То, что здесь у нас клея не до конца застывает, мы можем опять же активатором пшикнуть. Но смысла здесь особого нет. Берем этот кусок и просто как продолжение его лепим сюда. Поньк. И вот у нас уже есть эта штука. Да, конечно, есть некоторые недостатки в том, что у нас здесь стоят небольшие зазоры. Жижу в них, естественно, неудобно запихивать будет, когда мы будем мазать. Но, как бы, тут не такая уж большая проблема. Так что и хрен бы с ним. Так что так вот делаем. И, в принципе, у нас уже достаточно много всего накида на базу. Но, напоминаю, у нас здесь используется наша цветастая травишка. Но мы помимо нашей цветастой травишки будем использовать сегодня вот такие вот штуки. Это у нас 3D-печатные всякие растеница. То есть у нас здесь есть, вот мы их всех будем использовать. Это у нас какое-то что-то похожее на коралл с черепочками. Кстати, черепочек здесь, конечно, не очень уместно, потому что его придется красить отдельно. Но, да ладно. У нас есть вот такой вот терновый куст, скажем так, можем назвать его. У нас есть вот такая вот хрень отрави рожу, как будто кого-то она хватает, кого-то их съедает. Какой-то барнакл у нас просто от мира, не знаю чего, от мира наших баз. Вот такой вот закрученный барнакл у нас есть. Вот такая вот непонятная тычинка, пестик или что это. И вот такая вот мутировавшая манга. Собственно, их мы будем в произвольном ключе здесь у нас клеить. Единственное, что мы будем учитывать, что вот, например, вот сюда, вот сюда, вот в это пространство, лучше уже ничего не клеить, потому что оно будет просто тупо незаметно. Поэтому мы будем клеить сейчас как попало, но есть у нас парочка тут моментов. То есть, смотрите, вот этот вот у нас залитой барнакл, который мы можем вот приклеить вот сюда. Почему мы можем его приклеить сюда? Потому что он сам по себе достаточно прочный. А вот, например, вот этот вот манга, оно у нас на тоненькой-тоненькой ножке, да, такой. И если мы его прямо в край базы приклеим, с большим шансом когда-нибудь мы его ран или поздно и сломаем. Поэтому его мы где-нибудь как раз вот, типа, здесь вот спрячем. Ну, то есть, он будет, типа, возле ноги. Вот, то есть, вот сюда вот мы его втыкаем. Пойнт. И вот у нас он, типа, в достаточно защищенной позиции находится. Ну, если он сломается, то сломается, скорее всего, тут уже все. Потому что нога сломается, сломается эта штука. Поэтому он у нас, как бы, защищен. По остальным у нас самый, наверное, такой вот ранимый, это вот этот вот барнакл. Куда его, правда, приткнуть? Я что-то не уверен. У него такая широкая основа базы. Чтобы еще он не сломался у нас. Наверное... О, вот сюда вот под пяточку тоже не влезает. Блин, куда тебя воткнуть? Блин, не хотелось мне этого делать, но, видимо, воткнем его вот сюда вот. Да, вот лепим его сюда. Конечно, я говорил одно, а делаю теперь другое. Но надо куда-то его нам приткнуть. Я все-таки... Мне он очень нравится, как он выглядит. Поэтому хочу его использовать. Вот этот вот кустик мы воткнем... Кустик втыкаем вот сюда. Так вот, чпоньк. И вклеили. И вот эти одну, получается, хреновеньку мы можем сюда воткнуть ему рядом с ногой. Блинк. Приклей прям так вылезает аж в сторонах. Но это не страшно. Лучше больше, чем меньше. И последнюю нам, походу, даже некуда воткнуть. Представляете? Реально некуда воткнуть. Наверное, мы ее уберем. И чтобы что-то у нас было, вот такие вот маленькие грибочечки еще возьмем и их приклеим. Они у нас достаточно твердое основание здесь имеют. У них достаточно корневища такие сильненькие. И поэтому мы их воткнем вот сюда. И у нас равномерно здесь распределено. В принципе, все готово. Но у нас здесь есть пару нюансов. Напоминаю, что у нас трава есть и жижа. И мы будем сейчас мазать этой жижей. На камеру, наверное, уже не стоит снимать, как я мажу жижей. Но это 25 миллионов раз показывал. Но один момент такой скажу. Что когда я намазываю жижей и знаю, что у меня будут места, где у меня будет находиться вот эта вот светящаяся трава. Что можно сделать? Чтобы уменьшить, опять же, расход жижи, можно ее на этих местах. Мы можем плюс-минус прикинуть. Ну, например, у нас будет трава вот здесь. Вот, например, вот здесь будет у нас трава. Мы просто, когда будем наносить жижу, мы с этого места жижу почти будем полностью счищать. То есть у нас здесь будет плоскость. Во-первых, это экономит достаточно много этой самой жижи. А во-вторых, это создает саму по себе плоскость, на которую нам эту траву потом легче прилепить. Что, соответственно, нам легче с этим работать. Вот, поэтому тоже держите это в голове. Ну и что же, я сейчас отправлюсь красить этого Найта. А вот где вы увидите покрашенного Найта, а, наверное, уже в следующем ролике. И да, мы, пожалуй, будем на этом закругляться. Я, конечно, понимаю, что всем хотелось бы увидеть покрашенного Найта. Мне бы тоже хотелось увидеть покрашенного Найта. Но вы как бы видели хронометраж? Я вот нет. Ладно, шутка. Хронометраж получается здоровый. Мы не будем делать все-таки там многочасовой ролик. И в следующем ролике, поэтому мы как раз поговорим не только об Эте, к которым я уже оговаривался раньше. Мы также поговорим еще с вами и о покраске этого Найта. Мы посмотрим, как красится эта здоровенная чача. Да, у нас по краске мехов было уже достаточно большое количество инфы. Но, в принципе, мне кажется, лишней не будет. Есть что еще рассказать. Мы пройдем как бы все этапы покраски. Покажем какие-то отдельные моменты, как, что у нас и зачем красится. Так что, если вы смотрите этот ролик на премию, вам остается подождать 2 недельки. И вы увидите, как уже красится будет наш прекрасный Найт. И как же он будет выглядеть. А если вы смотрите этот ролик у нас на ютубчике, на общем доступе. То знайте, что ссылочка на следующий ролик уже в описании. И в завершение, что хочу сказать. Так как у нас грядет использование этого Найта. И следующий выпуск-то мы знаем, про что будет. Но у нас еще не определены следующие выпуски, которые будут последующие. И в них, вот в них, мы же должны будем использовать Найта. И тут я вам предлагаю, как бы давайте сыграем в игру. Хотелось бы увидеть, какие вы растера бы хотели увидеть с Найтом. Точнее, с Найтом. Точнее, в армии, в которую входит у нас Тат Найт. Мне, конечно, кажется, что самое очевидное, что надо делать, это у нас Металлика. Мы будем играть от Металлики, потому что Металлика у нас с Домом Рейвен вместе стыкуются. Они работают хорошо. Но вот что взять у этой Металлики, выбор у нас достаточно большой. Поэтому предлагаю вам определить, какую бы состав армии вы бы хотели увидеть помимо Найта. Ну и, в принципе, пишите, какого Найта бы вы хотели увидеть. Потому что вариантов закачки у нас много. И вы, может, хотели бы ХТХ-шного Найта. Или, может, вы хотели бы чисто стрелкового Найта. Или, типа, такого серединка наполовинку. В общем, пишите. Будем смотреть ваши комментарии. И из этого мы будем составлять наш прекрасный следующий ростер. Ну и на этом все. Как всегда, берегите себя и свои миньки. И помните, в мрачном мире далекого будущего есть только война. Война. Субтитры создавал DimaTorzok